друзья всем привет сегодня у нас вторая часть мы снимаем жилой комплекс ньютон парк в гостях татьяна точнее я в гостях у татьяны друзья знакомьтесь это лера это еще один наш интервью руемый который любезно так сказать человек согласился на мое интервью спасибо большое лера и сегодня мы берем интервью жители этого дома те которые откликнулись на мой клич в инстаграме тех я пригласил кто согласился спасибо за это кстати татьяна и собственно говоря сейчас вы узнаете что думают жители жилого комплекса ньютон парк об этом жилом комплексе ничего не придумываем ничего не выдумываем а вот как как говорится из первых уст сейчас все узнаем поэтому подписывайтесь на канал жмите на колокольчик можете лайк сразу поставить а мы начинаем татьяна спасибо что согласились на это интервью и здравствуйте ну что давайте начнем наше замечательное интервью мой первый вопрос заключается вот в чем на что вы соблазнились когда выбрали этот жилой комплекс ну если коротко и кратко то я живу здесь в екатеринбурге самого детства живу рядышком то есть и сам район краснолесью знаю очень давным давно знаю как еще что здесь было раньше еще там очень давно вот и когда началось только строительство самого первого дома я видела прям как этот дом строится на моих глазах но как бы естественно не жила в силу там возраста потом построился второй дом и то есть после того как построился второй дом там все заселялись знакомые люди то есть кого-то знаю и соответственно интересно сходить в гости посмотреть что за жилой комплекс как там что там вот и в итоге началось строительство башни 3 3 вот этого 3 дома еще был котлован то есть вообще там ничего не было были красивые рендеры естественно красивые картинки как это все там будет какой паркинг будет какой фонтан вот ну то есть и так было все поэтапно постепенно потихонечку ну и естественно он заинтересовал своей красивой картинкой но из самого места расположения леса вот именно что здесь свежий воздух по сравнению с другими районами в допустим центр или еще что-то я там ну я люблю центр но там не тяжело долго находиться потому что там дышать нечем если так вот просто сказать но получается вы живете в краснолесе жили и выбирали место проживания именно здесь в этом районе то есть район понятие в этом районе строится несколько домов а соответственно вы уже наверно несколько смотрели правильно но выбрали этот вот чем вас купил застройщик чем так что за плюшки но я думаю что купил во первых место расположением инфраструктуры рядом магазины выезд самое главное что пробки сейчас чтобы добраться к примеру там до той же работы многим очень сложно ну то есть как сказать вы поняли вот и соответственно очень удобно что я могу выехать и так и развернуться в общем по любому это вот самое было одно из главных потом доступно чтобы рядом были друзья и близки чтобы как бы все были рядышком нас на самом деле история начинается с того что я живу в доме по соседству и этот дом не рассматривала для покупки для моих родителей чтобы они приехали поближе к нам у нас первое очередное самое важное для нас было это именно локация второй момент на который я купилась и их купила так скажем это именно уровень комфорт класса когда сдался первый дом я зашла в холл он меня очень так впечатлил именно в формате что это было похоже на какие-то заграничные отели где ты заходишь где очень комфортно где очень все чисто это прям ну отличается от того что на данный момент было предложено на рынке как бы в такой ценовой категории у меня появилась идея что я бы хотела чтобы мои родители в таком возрасте жили именно в комфорте вот это вот было как бы первоочередно потом я я можно уточнить то есть получается вы видели уже готовый дом вы зашли в готовый да да я была именно в первом доме тогда потом так как живу по соседству я видела как строится видела что происходит внутри что здесь со двором как вообще комплекс расстраивается и посмотрев проекты именно башни у нас подошло время тогда когда мы были уже готовы переезжать сюда чтобы родители переехали мне устроила в принципе ценовая категория именно соответствующий вот этот комфорт класс и приняли решение о покупке вы купили квартиру для родителей живут здесь родители не вы но вы здесь часто бывает я здесь очень часто бываю потому что родители приезжают из другого города но часть времени мы с ребенком пока их нет тоже проводим здесь потому что здесь но тот же самый двор допустим он очень сильно отличается от всего из того что есть у нас здесь рядом на районе на районе а чем он большой он зеленый он действительно очень красивый ты просто визуально наслаждаешься кайфуешь когда туда приходишь здесь то что площадки сделаны под разные возраста для детей и вообще в принципе даже вот сейчас когда такая погода у нас уже мрачная когда рано садится солнце здесь многоуровневая подсветка сделана из-за этого ты заходишь и тебе достаточно комфортно даже вот вечером присутствовать в темное время суток здесь я обратил внимание на то что мы первый раз когда еще снимали сюжет но вы его смотрели и собственно с него откликнулись красная беседка вот это вот китайская сначала она мне показалось немножко дикого это честно скажу но сейчас вот в такую погоду я смотрю и она прямо как-то греет даже я бы сказал хочется туда перевести хочется как-то тепло здорово но вы когда покупали двор уже был до двор уже был но дома не было дома не которую вы покупали квартир не было то есть вы смотрели на планировку вы смотрели на рендеры подъездов мест общего пользования скажите пожалуйста так ли все реализовалось в жизни как обещали на картинках не все на многое хорошо тогда что сбылось сбылось это получается холл что вот было на рендерах все от жизни да все соответствует действительно потом двор двор да вот его как обещали так и сделали да да он действительно двор честно великолепный фасады домов вот те которые вокруг вас не разочаровали ну например вдруг поменяли какую-то отделку фасадов нет как обещали так и сделали да все как и обещали сделали мне лично только по моему мне не особо понравился четвертый дом но это как бы тот ну то есть не очень цвет вот только по моему вкусу все а все остальные сбылись то есть первый дом такого же был коричневого цвета всегда на рендерах 2 также такой более-менее ну шоколадный наш дом он такой же был но то есть у вас нету такого разочарования которое бывает у некоторых не будем скрывать когда купили квартиру заехали посмотрели были чего по итогу получилось такого нету да то есть все еще говорят кота в мешке покупают ну чаще всего когда люди покупают на котловане например как я там покупал когда еще была стройка и естественно когда ты вкладываешь свои деньги если ты покупаешь за свои деньги они покупают а мне берешь в аренду или ну и так далее то естественно люди очень переживают за это потому что это и ну мы сами понимаем что нам все это не просто всем достается и соответственно есть какие-то ожидания у многих и многие особенно как бы но чаще всего девушки мы мы себе там мечтали им рисуем какие крыка красиво там все будет как там так далее ну в общем что касается этого дома башни именно в которой мы живем он максимально приближен к тому что было на рендерах единственное два разочарования которое было и они достаточно сильные критичны это отсутствие выхода на центральную площадь что изначально обещал застройщик то есть здесь должен был быть один вход с парковки насколько я понимаю там и вход на площадь на центральную а когда дом сдался этого входа не было то есть сейчас нам чтобы допустим мы пройти в магазины до которые по той стороне расположены нам нужно ну дать крюк или пройти а почему так получилось не знаю не могу знать это вам скорее бы наверное застройщик ольга бы ответили на этот вопрос вы задавали вопрос что получилось но изначально вам обещали да что выход будет и туда тоже конкретно в отделе продаж нет но в более раннем проекте это был выход на площадь с фонтаном и фонтан должен был быть огражден забором то есть это была тоже территория двора то есть так бы мы получали вход из парковки и вход со двора в том числе с фонтаном сейчас двор у нас отдельно входа нет там коммерция и с фонтаном у нас тоже как печальная история которая болит у всех жителей а что за печальная история что с фонтаном не так он же есть он прекрасен он есть он прям как вы сказали тогда место социализации всех всех жителей всего района но к сожалению не ньютон парка потому что жителям там очень часто не хватает места во первых во вторых это не очень комфортно когда весь район это действительно место протяжения всего района туда стекаются со всех дворов я сама вижу как они там начиная за несколько кварталов перебросив летом полотенце через плечо в купальниках шуруют до этого фонтана и когда ты покупаешь квартиру в комфорт-классе в комфорт-доме ты ожидаешь что но там действительно будет комфортно там будет более-менее спокойно а я честно не знаю как живут люди вот у кого окна выходят на фонтан на там вторых пятых этажах потому что это но постоянные крики и оры визги детей кто-то к этому не так позитивно относятся как некоторые и второй момент это действительно очень красивая очень комфортная зона но там из-за того что в новостройке здесь у нас из-за того что в ньютоне здесь у нас много заведений типа красного и белого пивков пивоман и в том числе да у нас 4 у нас у нас 4 прям комбо они все собрали понятно что они ориентируются на потребности арендодателя до арендодатель видит что выгодно это в районе они туда заходят но туда подходит вся аудитория в том числе у нас здесь в районе есть старые дома в том числе маргиналы приходят от этих домов и они на этих фонтанах в этом фонтане купаются моются ночуют у нас наша охрана бедная бегает их оттуда пьяных вместе с патрулем выгоняет ну то есть вот такие да у нас есть с этим проблемой в том числе как бы из-за того что фонтан это место притяжения двор у нас тоже становится местом притяжения для людей с другого района в том числе не всегда адекватных то есть у нас были истории которые размещали на и один как неадекватную какую-то под какими-то веществами парочку у нас на закрытой террасе в комфорт-классе на закрытом дворе тоже выпровождали с помощью патруля ну то есть есть такие минусы это вот я говорю что это то что максимально у нас болит при том что жители хотели выходить к застройщику управляющей компании на переговоры чтобы эту ситуацию как-то решить сделать оградить фонтан что-то сменить охрану допустим их должностные инструкции но пока у нас не получилось этого из-за того что не сложился контакт так скажем слушайте но мне кажется что это прям даже плюс какой-то что ли получается к застройщику то есть сделал настолько круто что все сюда тянутся да но не совсем плюс для жителей которые за это платят а сколько кстати вы платите из квадратного метра у нас в районе 43 рублей за квадрат идет это за услуги управляющей компании и по сути зовут повышенный комфорт это охрана это работа управляшки это наш замечательный садовник которому я каждый день поет и потому что ну здесь наверное персонал люди кто непосредственно здесь работают на ресепшене вот наш дворник садовник это прям те кто добавляют еще такой изюминки они прям с наслаждением делают свое дело это классно я лично вот именно где шлагбаум я мне не нравится это место вот я заезжаю туда либо там пробка либо там такси ждут либо там еще что-то но пробка это грубо сказано там пару машин соберется да и то есть хотелось бы чтобы там был забор вот именно забор они шлагбаум я предлагала в чате именно у нас есть приложение каждого жильца и чтобы как бы но это нужно собирать весь двор все чтобы сноску согласились но естественно нет времени на это у меня своя личная жизнь так далее и как бы вот это было бы очень круто это уже про безопасность именно безопасность машин но это вы говорите про улучшения которые могут случиться если жители этого захотят а я говорю про то что вы получили по факту ну например в квартире все ли было нормально ремонт от застройщика устроила ли вас давайте про это так смотрите если про квартиру а у меня была приемка со специалистами много недочетов нашли нет но недочеты были исправили да быстро мозг не парили пример значит у меня дверь от застройщика и строители которые у нас начали работать сломали ручку мы начали спрашивать кто сломал никто не знает и так далее ладно все мы узнали что это строители вот строители признались таки ну ладно что сделаем эту ручку нигде не купить ну то есть она где-то там ее нужно искать и когда это искать когда там я на работе этого некогда и я спустилась в управляющую компанию чтобы попросить как бы принципа ручку вот это вот они говорят ну ее надо покупать ну вот у нас есть тут запасная ну давай мы тебе дадим ну давайте мне как бы неудобно было естественно что блин это денег стоит уже как бы эти ручки не не отдавались потому что квартиры приняты и соответственно эти ручки не отдают ну мне дали у меня до сих пор служит эта ручка то есть как бы она то есть вам просто ее взяли и отдали да круто но тоже это же клиентоориентированность это клиентоориентированность потому что правда ситуации много бывает бывает ситуации там например у меня с замком да тоже что-то дверь плохо закрывалась и там там всего лишь нужно было как бы молотком подстучать чтобы плотно закрывалась хорошо дверь не скажу что много то есть были моменты которые должен был исправить застройщик он исправил да то есть у нас была первая первая приемка условно черновая когда мы зашли указали на какие-то недочеты косяки и на следующую приемку по моему недели через две когда уже официально мы пришли подписывать акт работ мы проверили что все что мы показывали исправлено то что новых косяков не добавилось принципе вот около двух недель на это ушло но или месяца но мы проверяли квартиру без специальных каких-то приемщиков да без профессионалов без специалистов делали ремонт сами и мы ничего там сверх не делали никакой перепланировки мы не сносили стены мы их там не заново не штукатурили поэтому у нас каких-то именно сейчас на данный момент не выявлено ну это прекрасно я думаю что да потому что в общем домовом чате я вижу что не всем так повезло так скажем потому что в принципе строение многоэтажная свечка там достаточно тяжело ее сохранить первоначальном состоянии дом дает усадку и нагрузка на конструкцию она большая поэтому то есть вы хотите сказать что в других домах не так хорошо как у вас я бы так не сказала потому что я была в том числе в первом доме во втором нет но в первом доме там тоже есть некоторые квартиры с очень большими вопросами когда идут прям трещины по потолку по несущим конструкциям и такое бывает но меня больше всего интересует как на это реагирует управляющая компания или сам застройщик насколько они адекватные как быстро устраняют эти проблемы или они от них отменикиваются у нас из-за того что мы не столкнулись с этим у нас нет именно большого опыта в плане квартир по чату очень разные мнения я сейчас не буду говорить за соседей но есть такие кто очень долго и через судебные претензии до решали эти вопросы у нас был опыт только что у нас треснула стена в коридоре около нашей квартире около нашей квартиры и это исправляли в течение полугода с момента подачи заявки то есть большой плюс что управляющей компании есть свое приложение где оперативно можно говорить о в разных недочетах так скажем и вести коммуникацию не совсем хорошо что на некоторые заявки действительно мы ждем ответа по два месяца по полгода и как бы видишь это каждый день и опять картинка немножечко рушится когда не так все радужно когда не соответствует ожиданиям именно комфорт класса при том что они не какие-то вау просто хочется жить в красивом месте в аккуратном хотя бы в аккуратном где не сыпятся стены и где в порядке а стены где-то сыпятся ну вот как раз в нас около нашей квартиры в коридоре в общем коридоре в мопе там действительно осыпалась стена и с момента как ее сначала замазали прошло полгода и потом еще через несколько месяцев ее краской застройщик покрасил наконец-то несколько месяцев прошло да но это печально это печально да есть еще какие-то моменты которые вас не устраивают раздражают бесит не знаю управляющая компания вот вы сказали на некоторые вопросы там месяцами реагирует до скорость ответов управляющей компании второй вопрос наверное это именно охрана которую состоит из людей преклонного возраста так скажем я со всем уважением к ним отношусь и благодарны за их труд но это действительно люди какие такие немолодые уже и они стараются но не могут прям максимально оперативно реагировать не могут максимально оперативно реагировать на какие-то наши просьбы вопросы замечания по двору что касается смены управляющей компании насколько я знаю не управляющей компании прошу прощения смены охранного предприятия чопа это пробовали сделать в первом доме но тоже не возымела успеха то есть управляющая компания не дала сменить охрану хотя она уже давно очень сильно не выстраивает жителей и по сути платят за нее жители что еще еще два момента первое это сигнализация в квартирах то есть из-за того что у нас одна пожарная лестница в доме по правилам пожарной безопасности видимо у нас в каждой квартире установлена пожарная сигнализация которая реагирует на любое задавление на мелкодисперсную пыль которая попадает в любой квартире и на весь комплекс на всю квартиру в любое время дня и ночи страшным голосом очень громким начинают говорить пожарная тревога срочно всем покинуть здание как у нас дети еще не начали простите заикаться от этого я не знаю что происходит в этот момент вы все выбегаете или просто ждете пока отключат сначала это был прям переполох и было непонятно но это случается с там раз условно два раза в неделю раз в неделю два раза в неделю бывает и так это действительно как бы нагревает так скажем жителей которые да еще своими вопросами здесь занимаются в плане обустройства в плане ремонта и еще вот это вот сигналка начинаем даже очень плохо я боюсь спросить а если не дай бог пожар то люди же не будут реагировать они подумают что это просто волки волки опять да и да есть такое уже надо что-то делать то есть у нас сейчас как система работает кто-то пожарил котлетки орет сигнализация на весь жилой комплекс охрана звонит или поднимается в эту квартиру где у него на пульте узнает в чем дело котлетки а выключает ну то есть так то есть я как предполагаю но для себя мы приняли решение что если кричит там больше пяти десяти минут ну значит надо наверное выйти то есть пока не пожарник конечно но мне кажется 10 минут это прямо уже очень сильно много особенно на 30 этаже да ну в целом управляющей компании вы довольны наверное половина из пяти три с половиной из пяти то есть есть вопросы которые она действительно решает но я говорю мое наверное отношение формируют люди которых я вижу с которыми я сталкиваюсь что касается запросов что касается каких-то больших больших вопросов ну тот же допустим на собрание собственников мы проводили мы несколько раз отправляли приглашение управляющей компании на собрание собственников они не реагировали не приходили хотя это в их интересах как бы понять вообще что происходит жителями куда ветер дует там тоже у нас были некоторые дополнительные проекты которыми я в том числе занимаюсь там по улучшению комфортной среды дома но тоже там очень медленно все идет я не знаю с чем это связано я не хочу верить что это из-за того что управляющей компанией все равно на нас я думаю что хочу думать что у них просто не хватает ресурсов может быть человеческих может быть нам временных решет может денежных может денежных а вот скажите пожалуйста тогда вот мы сейчас вокруг комплекса прогулялись вокруг всего и вот что меня интересует как заставить строщик или как управляющая компания следит за домом в целом мы заметили что в некоторых местах провалена плитка одолблены ступени ну то есть такой вид немножко пошарпан и что с этим происходит это так и остается или это исправляют я не могу сказать именно по всему комплексу то есть я видела это замечала в первой очереди во второй очереди те дома которые уже давно сдались то есть мы то что следим здесь ну вроде как у нас ничего пока не отпадывает насколько быстро они будут реагировать я не знаю но у первого дома это действительно меня тоже это фасад это лицо жилого комплекса это где расположен офис управляющей компании где отдел продаж расположен то есть это в их интересах чтобы там все было красиво не знаю почему так происходит что меня напрягает опять же как маркетолога может быть это около строительного двора мешки с цементом которые там на хранение расположены да это баннера которые растянуты у нас опять же на центральной площади это то что очень сильно портит вид опять же жилого комплекса и мне немножко непонятно почему допускают это понятно но есть надежда что исправит нам только остается надеяться если надежды и через несколько лет не оправдается но тогда уже что-то менять до про парковку тоже изначально на рендерах как это было у нас здесь на место на месте вот этой плоскостной парковки должен был добавится многоуровневый паркинг опять же при первых самых проектах потом и в том числе должен был быть садик на территории дома разочарование как раз разочарование как раз у жителей пятого дома было когда они допустим покупали квартиры там с красивым видом это вот я с одной из соседка разговаривала оказалось что вместо двухэтажного садика их красивый вид закроют еще одна еще один полноценный дом то есть садик они решили вынести из территории жилого комплекса но здесь наша благодарность хотя бы что они его оставили они его решили поставить рядом с жилым комплексом они отдали это уже на откуп муниципалитета то есть это будет не принцип строить насколько я помню насколько я поняла хотя изначально он должен быть садик здесь появится около живого комплекса как и обещано но появится он на том месте где должна была быть парковка для жителей плоскостная в том числе то есть должна была быть плоскостная и должна была быть многоуровневая уменьшится парковка да совершенно верно многоуровневую они решили здесь не делать то есть изначально планировался парк паркинг несколько этажей осталось плоскостная но застройщик решил сделать подземную парковку ну и про подземную парковку как вы уже в прошлом сюжете Обсуждали цены, насколько я помню Они, так скажем, космические Когда мы покупали квартиру Это было два года назад, насколько я помню Мы задали вопрос по поводу парковка, парковочных мест Нам, застройщик, нас сориентировал, что Ну, в среднем, как по рынку в этом районе, так и будет У меня паркинг в соседнем жилом комплексе Я его покупала там 5-6 лет назад за 400 тысяч Здесь он стоит миллион пятьсот При том, что это тоже подземный, охраняемый и так далее И это прям то, что, наверное, будет очень критично Когда сдастся полностью весь жилой комплекс При том, что мест для расширения парковки Ну, здесь нет непредусмотренной Земли находятся во владении нашего научного центра И это то, что печально Это тоже такой небольшой момент, не очень приятный Который не был реализован застройщиком, как изначально был обещан Не смущает, что велосипеды навалены тут горами Прямо у каждого подъезда Это у нас всегда тут война в чате и так далее Да Ну, в принципе, я велосипеды, как бы Мне велосипеды не интересны Ну, то есть есть и есть Да, у меня нет велосипеда, мне вообще без разницы на него У меня машина А места общего пользования, в которых мы находимся Они вам все нравятся? Те, которые вам обещали, так и сделали? Это так или нет? Да Вопрос только вот с вот этим вот Который за мной помещение? Что это за помещение, я не знаю Пока еще не оприходовали, да, его? Да, то есть, а так, в принципе, все замечательно Все Отлично Подъезды, по которым вы ходите на этажах У вас, кстати, какой этаж? Прямо приговорить Меня там потом никто не найдет Зачем? Ну, мало ли, ну, 21-й Супер, 21-й этаж, у вас есть подъезд Вы выходите туда из лифта Вас он устраивает полностью Он соответствует тем рендерам, которые вам обещали? Да Только душно, очень душно у нас Все, жарко, да В подъезде или в квартире? В подъезде И в квартире тоже везде Это хорошо, зимой тепло будет Да, да, да Вопрос последний тогда И завершим, собственно, им наше интервью Если бы сейчас у вас был выбор И вы могли бы решать, здесь жить или в другом каком-то жилом комплексе Вы бы выбрали другой или бы остались в этом? Сложный вопрос Очень простой Нет, ну, для меня это очень сложно, если как бы честно говорить Обязательно честно Только честно Да, да, да Ну, конечно, я бы осталась тут Но? Но другой жилой комплекс, который ранее когда-то я хотела, много лет назад Он тоже очень достойный Нет, именно сейчас, именно здесь Вот вам скажи, вот А поменялись бы вы на другой жилой комплекс? Ну, кто-то бы сказал, например Конечно, здесь управляющая компания отвратительная Двор не прибирает, т.д. т.п. т.п. все меняем Нет? Остались бы тут? Управляющая компания устраивает вас? Вполне, вполне Ничего такого криминального Знаете, там, как обычно любят говорить Или что-то плохое, что у меня прям Когда у людей же ассоциации обычно Если что-то где-то не так сделали Или там конфликт произошел Или еще что-то То, соответственно, всегда люди начинают там Ой, там управляешь, да я их ненавижу Да надо их менять там Или еще что-то Ну, нет, нормально Абсолютно Я бы посмотрела на цены Если бы мы могли по той цене, по которой покупали изначально квартиру здесь Сейчас приобрести, допустим, в той же локации с готовым ремонтом То есть атомовские дома там, да Которые здесь рядом расположены Синаровские Наверное, мы бы рассмотрели Здесь мы взяли Из-за чего бы вы рассмотрели? В чем причина такого решения? 3,5 балла управляющей компании? В том числе, наверное, 3,5 балла управляющей компании Коммунальные платежи Те же, которые, ну, так скажем 42 рубля, это не очень много 43 Я знаю, что в новых домах этот ценник повышают И каждый же год принимают этот тариф То есть я предполагаю, что дальше будет больше и больше На самом деле сейчас я живу в доме, который эконом абсолютный У нас коммуналка около Вы рядом живете? Да, рядом Напоминаю, здесь родители Да, да, да Прям соседний дом Обычная свечка Там за, там, условно, 30 рублей Мы получаем сервис И отзывчивость управляющей компании гораздо лучше И ремонты у нас И нововведения Они все протекают гораздо быстрее Гораздо, как бы, позитивнее И коммуникации с жителями происходят Ну, совсем на другом уровне Несмотря на то, что это не Вау, какая компания Я правильно услышал ваш тезис Что любой Самую классную задумку Любой самый красивый жилой комплекс Может испортить Не очень должное отношение управляющей компании Я думаю, что да То есть это тот, кто Условно Начинает верховодить Вообще Жизнью в жилом комплексе После застройщика Застройщик может придумать Все очень классно Очень здорово реализовать А потом, как это будет жить Большой вопрос Друзья, отсюда вам рекомендация Когда вы выбираете жилой комплекс В любой локации В любом месте Городе Помимо красивых рендеров Планировок квартир Смотрите на то, кто будет управляющая компания Как они себя зарекомендовали В других локациях Как они работают с жильцами Спросите обратную связь у жильцов Я считаю, что это будет очень важно Очень полезно Потому что вам с этим жить в этом доме Лера, спасибо большое Я очень надеюсь, что вы ответите на вопросы наших подписчиков Которые будут писать в комментариях Но вы же будете писать в комментарии Там есть комментарии Задавайте вопросы Конкретно Лере или Татьяне у нас было И я уже буду переадресовывать И от их имени отвечать Все, на этом спасибо Спасибо, пока Татьяна, спасибо большое Вам спасибо Было очень приятно с вами пообщаться Татьяна, кстати, подписчик в моем инстаграме Вот и вы подписывайтесь Да, подписывайтесь Обязательно Супер, спасибо Класс Все, не страшно, да? Спасибо Всем пока Живите в комфортных жилых комплексах Заказывайте дизайн правильным дизайн студием И будет вам комфортно и красиво Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok